Бывают в жизни моменты, когда от переполняющих эмоций ты просто не в силах молчать, когда для самой вкусной еды тебе не нужен самый лучший шеф-повар, когда после 10 часов однообразных монотонных движений, дико уставший, ловишь себя на мысли, что тебе это нравится. Так начинает свой авторский фильм Антон Канабиевский, оператор и путешественник из Владивостока. Когда находясь в окружении бесчеловечно красивой природы, внезапно понимаешь, насколько тебе повезло. Видеть все это своими глазами. В октябре 2022 года Антон отправился в морскую экспедицию на Кайке, которая длилась 17 дней. Он прошел 500 километров вдоль побережья Приморского края, побывав в местах, куда редко добирается человек. И сделал это в одиночку, еще и снял фильм. Видео, озвучка и музыка – все создано одним человеком. Практически каждый день я ловил на себе максимально заинтересованные взгляды. Меня преследовали, за мной следили, меня боялись и мной интересовались местные жители, лежбищ которых в этих краях очень много. Это ларги или пятнистые тюлени. Они очень осторожные и пугливые. Находясь над поверхностью воды, можно не рассчитывать, что подпустят близко. Но все меняется, когда ты опускаешься под воду. Дважды Антону пришлось пережидать шторма в закрытых бухтах и почти каждый день грести против ветра. Также достаточно времени уходило на готовку. В таких путешествиях очень важно сохранять самообладание. В самую первую ночь я проснулся в 4 утра от того, что мою палатку сложило. Я неверно выбрал место для ночлега. Ветер был такой силы, что перевернул каяк и протащил его метров 50 по берегу. Палатка была сломана, руль каяка поврежден, и мне предстояло как минимум сутки провести на берегу. И, конечно, чувство юмора. Столько раз он пытался все сказать ей, как сейчас, никого не подпуская никогда. С данным фильмом Антон выиграл гран-при на Всероссийском конкурсе путешествий по Дальнему Востоку и забрал главный приз в 3 миллиона рублей. Награду победителю вручал полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Антон, молодец, здорово, 500 километров за 17 дней, это очень круто. Поздравляем, Антон! Настоящее путешествие с настоящими эмоциями, где человек был один на один с природой и самим собой. Руки мои в садинах и в мозолях, но опускать их точно нет причин. Только мысль одна не дает покой, я на много километров, я один. Но таков мой путь, его выбрал сам я, бросил позади джунгли городские. Лучшие советчики теперь не ко мне, лучшие друзья, коты морские. Анна Дьякова, новости на восьмом.